Всё, что я знаю, это то, что, когда евреям дали Израиль в 1948 году... Нет-нет, но... Мы сказали, люди сказали, остановитесь, давайте жить вместе. Это неправда. Это та версия истории, о которой я тебе говорю. История не началась с 1948 года. Вот почему я поведу тебя ещё дальше, потому что я очень хороший парень, хорошо? Но быть сионистом — это просто быть произраильским. Я считаю, что сегодняшнее государство Израиль является террористической организацией. Я скажу тебе, почему. Это то же самое ООН, которые дали вам эту землю. И они те же, которые осуждают эти незаконные поселения. Они говорят, что у этих людей забирают дома. И ты знаешь, что на данный момент 2 миллиона человек живут в концентрационном лагере под открытым небом. Каждый раз, когда вы бомбите, вы создаёте ещё одного солдата Хамаса. Каждый раз, когда вы убиваете невидных мирных жителей, и затем говорите, «Как мы можем решить эту проблему?» Вы создаёте их. Итак, были люди по имени Ханане. Эти люди, которые, говоря исторически, если зайти так далеко, насколько мы можем зайти, даже с библейской точки зрения, верно? Итак, люди, которые на самом деле имеют право на эту землю, — это Ханане. Но то, что интересно, что и мусульмане, то есть палестинцы, и евреи — не те, кто приехали из-за границы. О них я поговорю чуть позже, хорошо? Хорошо. Еврейский народ, живущий в Палестине, на этой земле, и мусульмане смешаны с Хананниями. Потому что произошло следующее. Когда Моисей пытался войти в Хананскую землю, он умер, прежде чем смог сделать это. В итоге туда вошёл Иешуа, Иисус на Авин. Я сейчас просто говорю библейскую историю. Да-да. Поэтому, когда Иисус на Авин вошёл туда, согласно библейскому повествованию, он убил всех мужчин, женщин и детей, и ослов, и овец, и тому подобное. А потом они захватили эту землю насильно. У них было 12 кальян, которые жили в разных местах в то время. Иуда жил в определённом месте и так далее. Вот что произошло, хорошо? Но Ханании были первым народом на этой земле. И позже, когда мусульмане также захватили эту землю, хорошо? Намного позже. Потому что, когда еврейский народ захватил эту землю, затем пришли ассирийцы, и было изгнание из Ассирии. Затем было вавилонское изгнание. Затем пришла Римская империя и также разрушила храм. Хорошо? И все эти вещи произошли задолго до того, как туда пришли мусульмане. Когда мусульмане пришли туда, мусульмане также смешались с Хананиями. То есть с коренным народом того времени. Итак, теперь у вас есть еврейский народ, смешанный с Хананиями, и арабы, смешанные с Хананиями. И арабов, смешанных с Хананиями, гораздо больше, чем евреев. Ты знаешь почему? Почему? Потому что евреи, многие евреи, покинули эту землю на долгое время, после завоевания. А после того, как мусульмане захватили эту землю, мы правили ей очень долгое время. Итак, люди, живущие сегодня, большинство из них являются потомками смеси Хананиев и арабов, верно? Таким образом, они являются первоначальными людьми, имеющими право на эту землю. Кстати, это история, хорошо? Итак, когда ты говоришь, «Слушай, у нас нет проблем, что... Мне нужен мой друг, который бы мог с тобой говорить. Но ты ведь сама еврейка, верно?» Да, но я не так хорошо знаю историю, как ты. Да, поэтому я сказал тебе, что не согласен с тобой, основываясь на фактах, верно? Дело вот в чём. Многие люди, которые рождаются в Израиле и в других местах, им рассказывают определённую часть истории. К примеру, некоторые люди думают, что история началась 7 октября. Это началось не с 7 октября, верно? Нет, потому что Газа, Хезбалла, Хуситы и все остальные, ну всё это началось задолго до них. Потому что вы запускали ракеты до 7 октября. Отлично. Но теперь ты смотришь только с одной стороны, но не смотришь с другой. Я вот что скажу тебе. Ладно, давай вернёмся назад, потому что я люблю историю. Могу я просто сказать, я не обязательно согласен с оккупацией Западного берега. Ладно, хорошо. Мне это нравится, это хорошо. Да. Но, но когда ты... А поселения? Ты не согласен с поселениями? Поселенцы, которые забирают дома и людей, выгоняют их, а затем буквально говорят... Всё, что я знаю, это то, что, когда евреям дали Израиль в 1948 году... Нет, нет, но... Мы сказали, люди сказали, остановитесь, давайте жить вместе. Это неправда. Но окружающие арабские страны сказали, нет, уходите, мы не хотим жить с евреями. Ладно, это ваша версия. Они также не хотели палестинцев, так что вот как вы оказались в Газе. Это та версия истории, о которой я тебе говорю. История не началась с 1948 года. Вот почему я поведу тебя ещё дальше, потому что я очень хороший парень, хорошо? Потому что, слушай, я люблю историю. Потому что никто не может прийти и сказать мне, что это произошло, как будто я не знаю историю. Я знаю. И я очень хорошо изучил историю этой земли. Потому что это очень важная земля для нас, мусульман, не так ли? Из-за священной мечети там. Почему мы тогда не можем просто жить вместе? Я скажу тебе. Тебе будет интересно послушать. До 1917 года. До 1917 года. Ты знаешь, кем был Герцель? Герцель. Да. Герцель был основателем этого синейского движения, хорошо? Герцель отправил письмо. Но быть сионистом – это просто быть произраильским. Это не террористическая организация. Да, но есть отличия. Это быть произраильским. Я считаю, что сегодняшнее государство Израиль является террористической организацией. Я скажу тебе, почему. Но прежде давай определимся с тем, что я хочу сказать тебе. А именно с историей. Итак, Герцель в то время отправил письмо британцам. И ему нужна была именно эта земля. Британская империя предложила им одну из двух земель – Португалию и Палестину. Землю палестинцев. Это была не их земля. Они не жили там всю свою жизнь. Они не жили там. Об этом упоминается в ООН, хорошо? Итак, там была земля. И британцы предложили еврейскому народу землю, которая им не принадлежит. И сказали, хорошо, какая из них вам нравится? Вам нравится эта земля Португалии или эта земля Палестина? Какую из них вы хотите получить? И арабам они пообещали, что если они помогут против османов, они отдадут им эту землю позже. А потом, когда арабы позже помогли им победить османов, они сказали, «О, арабы, мы просто пошутили. Мы сказали вам, что отдадим вам землю, но нет, мы не собираемся отдавать вам землю. На самом деле мы собираемся отдать её еврейскому народу». Потому что этот парень, наш друг Герцель, сказал, что ему нравится эта земля. И в конечном итоге были эти огромные корабли, приходящие из Европы, по всей Европе. Почему? Потому что, знаешь, Гитлер преследовал еврейский народ. И они эмигрировали по всей Европе. Итак, затем Герцель собирает все эти миллионы людей и говорит, «Все садитесь на эти корабли». Есть эти известные фотографии кораблей. Всё исторически записано. «Идите туда и заберите эту землю Палестина». Сейчас. До 1917 года правитель Палестины в то время неожиданно открыл свои двери для въезда евреев. Итак, теперь мы говорим о совместной жизни. Мусульмане, христиане и евреи жили вместе до 1917 года. Все они. Нет, они всё ещё. Нет-нет, но ты упускаешь. Они до сих пор живут вместе. Да-да, поэтому я говорю это. То, что ты говоришь, там было. Люди жили вместе. Но что в итоге произошло, начиная с 1917 года и заканчивая, как ты говоришь, 1948 годом? Численность еврейского народа выросла. Я думаю, с 10% до 30. От 10 до 30. Знаешь, чья-то статистика? Это статистика ООН. Это не мусульманская организация говорит тебе это. ООН сообщает, что численность выросла в три раза. В три раза больше людей. Это нерождаемость. Нельзя перепрыгнуть с 10% с 1917 года до 30%. ООН говорит это. Ты можешь погуглить прямо сейчас. Откуда они пришли? Из-за границы. Из Польши. Шотландии. Из Швеции. Откуда угодно. Приезжающие были отовсюду. И что в итоге они сделали? У них нет домов. Не хватает домов. Приходят миллионы людей, домов нет. В конечном итоге что они сделали? Они сделали эти незаконные поселения. В конечном итоге они стали захватывать дома людей. А потом стали происходить массовые убийства. Потому что есть люди, которые не были счастливы отдать вам свои дома. Я ведь не буду говорить, хорошо, добро пожаловать в мой дом. А я просто уйду, прожив здесь всю свою жизнь поколение за поколениями. Коренные жители земли, о которых мы говорили. Итак, в конечном итоге произошли все эти незаконные поселения. ООН осуждает эти незаконные поселения. Когда люди говорят о законах ООН, это то же самое ООН, которые дали вам эту землю. И они те же, которые осуждают эти незаконные поселения. Они говорят, что у этих людей забирают дома. И ты знаешь, что на данный момент 2 миллиона человек живут в концентрационном лагере под открытым небом. И ты знаешь, что Израиль запрещает им доступ в воды, еды и так далее и тому подобное. В течение длительного периода времени. А потом они говорят, выдайте нам Хамас. Но как ты можешь говорить им, выдайте нам Хамас? Хамас прячется в туннелях. Ты знаешь, что 70% населения Газа составляет женщины и дети. По сути, они говорят женщинам и детям, отдайте нам Хамас, который находится в туннелях с оружием. Что они смогут сделать для тебя? И почему Хамас вообще существует? Он появился, потому что вы насильно захватили их землю. А теперь они пытаются защитить и вернуть свою землю. Это объективный факт. Нет-нет, те же самые ООН. Если ты признаешь закон ООН, если это твой стандарт, там говорится, что эти люди... ООН также могут быть немного предвзятыми. ООН, смотри. Все правозащитные организации признают, что это незаконная оккупация. Назови мне хоть одну, которая не говорит этого. Хорошо, но... Не только ООН. Что ты чувствуешь по поводу того, что происходит в данный момент? Я чувствую горе и печаль в том, что я вижу, как мои братья и сестры. Потому что я родилась в Израиле. Но мои родители не пробыли там долго. Они приехали сюда. Хорошо. 5 октября я поехала в Израиль. Это в первый раз, когда я вернулась в Израиль за 26 лет. Хорошо. И, конечно же, затем произошло 7 октября. И, к счастью, мы были в Тель-Авиве. Хорошо. Ты была далеко от событий, верно? Я ходила в бомбоубежище, и мы слушали все эти новости. Фактически, одна из ракет упала в 50 метрах от того места, где мы стояли. Так что мы вернулись домой весьма травмированными. Хорошо. Что ты думаешь о Хамасе? Я отвечу сейчас. Я отвечу тебе. Я хочу, чтобы ты очень внимательно подумал о том, что я тебе скажу. Представь себе, я говорю тебе, что я был в ужасе, потому что в 50 метрах от меня упала ракета. А с другой стороны, я говорю тебе, что упала ракета, убила всю мою семью на моих глазах. И я собирал своими руками остатки своих детей. Это повседневная жизнь жителей Газы. Теперь. У вас есть железный купол? Были бы вы счастливы, если бы Хамас исчез и появился палестинский лидер? Послушай. Я верю, что люди, которые жили там поколениями, должны остаться жить там поколениями. Если бы это были евреи, которые не пришли из Европы и не забирали землю людей, на которой они жили, они могут остаться. И они оставались под властью Исламской империи в то время. Их никто не выгонял. Я говорю, что люди, которые рождаются на этих землях поколение за поколением и живут на этой земле, это люди, которые имеют право оставаться на этой земле. То есть ты никого не осудишь? Ты не осудишь 7 октября? Послушай, я не могу осуждать октябрь. Я скажу тебе, почему. Я могу понять людей, борющихся за свои права. Я скажу тебе, что я осуждаю. Но заложники, которые были... Я скажу тебе, что я осуждаю. И у меня была семья. И некоторые из людей были друзьями семьи. Да. Это были массовые убийства? Да. Смотри, он сказал тебе, что он палестинец. Ты знаешь, сколько погибло членов его семьи? Я понимаю. И ты всё равно видишь, что он относится к тебе с уважением, без презрения. Поэтому я говорю с тобой с уважением. Да-да. Знаешь, мы не перекладываем эту ответственность на обычных людей, которые ничего не сделали. Дело в том, что, когда ты говоришь, осуждаю ли я... Помнишь, что я сказал тебе вначале? История не началась 7 октября. Я не могу осуждать то, зачем стоят десятки лет угнетения. Ты знаешь, сколько детей было убито до 7 октября? Ты знаешь, сколько нападений, сколько налётов они сделали? На одном из моих онлайн-трансляций у меня был солдат Сахала. И он принял ислам. И он рассказал о том, что они делали с палестинцами до 7 октября в течение многих лет. Он рассказал о том, как они врывались в дома, наставляли автоматы на детей, и дети мочились от ужаса. И насколько ужасные поступки делали эти солдаты. Как нам тогда двигаться дальше? Я скажу тебе. Я приду к этому. Это отличный вопрос. Итак, когда ты спрашиваешь меня, что я осуждаю? Я осуждаю убийство невинных мужчин, женщин и детей любой партии, любой стороны. Мне всё равно. Я осуждаю это. И я верю, что люди, коренные жители, которые жили в течение многих поколений, это люди, которые должны остаться. Если вы пришли оттуда, из другого места, возвращайтесь в свою страну. Если ты приехал из Польши, ты поляк. Мне всё равно, израильтянин ты или кем бы ты ни был. Ты приехал из другой страны. Ты не можешь взять чужой дом и выгнать его хозяина и сказать, «Теперь я буду здесь жить». Так как же нам решить эту проблему? Мы решим эту проблему с помощью того, что я говорю тебе. Здесь ясно, что люди забрали чужие земли. Кстати, я разговаривал со многими израильтянами. Они признают это. Люди, которые там сидят, говорят, «Да, мы знаем, что мы пришли из других стран». Я против очень религиозных израильских нацистов. Хорошо. Это террористы, но я бы назвал их экстремистами. С любой стороны. Я против экстремистов с любой стороны. Отлично. Но тогда ты должна быть достаточно честна, чтобы сказать, что израильское правительство является террористической организацией. Я скажу тебе почему. 7 октября. Ты знаешь, сколько журналистов было убито? Ты знаешь, сколько больниц было разбомблено? Ты знаешь, сколько детей погибло? Все, что я знаю, это то, что подобные вещи — это не война. Сообщалось, что Израиль разбомбил больницу. Чего они не делали? И тут не сообщается, что... Оставь Би-Би-Си. ООН ни с мусульманами, ни с ними. Предполагается. Но я не знаю, это настолько... Почему ООН, которая, по сути, вторглась в мусульманские страны, была бы на стороне мусульман? Это не имеет смысла. Большинство правительств, составляющих ООН, по сути, являются правительствами, которые поддерживают Израиль политически. Поэтому никто не может прийти и сказать, что эти люди поддерживают мусульман. Это не имеет смысла. Именно поэтому они не вводят санкции. Они признают, что это военные преступления, которые совершает Израиль. Но они не применяют санкции. Они признают, что Израиль неправ, но ничего не происходит. Таким образом, ООН больше на стороне Израиля, чем кто-либо другой. Но те же ООН предоставляют тебе статистику о том, что были убиты десятки женщин, детей и сотни репортеров. Те же репортеры, которые говорят тебе, которые живут там, у них есть видео в интернете, в инстаграме. Они показывают тебе, как с ними обращаются, как их убивают, как убивают их братьев и сестер, за то, что они просто снимают. Это просто репортеры, они не с армией, они ни с кем. То есть ты говоришь, что то, что я вижу в своей инстаграм-ленте, совершенно отличается? Я смотрю на обе стороны. Вот почему, когда я рассказывал тебе, я знаю, какую историю рассказывают тебе. Я знаю. Я знаю, что они тебе показывают. Тебе говорят, окей, смотри, это бомба, нас тут бомбят. Это случилось с нашими людьми. Все прячьтесь под стойками, а потом они включают все эти сирены. Они заставляют тебя жить в фильме, в котором ты думаешь, что всё не так. А на самом деле у вас есть железный купол, который перехватывает 99% ракет. Да, и всё, что проходит, это крошки. Я видела, как они надвигались на нас. Знаешь, у вас есть сотни истребителей, танков, боевых кораблей, армия, флот. А что есть у палестинцев? Ничего. Не армия. Их финансирует Иран, поэтому у них есть всё. Нет, не совсем Иран. Знаешь, как они строят ракеты? Эти люди ищут остатки. И они используют всю поступающую помощь. Знаешь почему? Нет, дело не в помощи. Подумай о том, как сильно страдают эти люди. Ты никогда не дойдёшь до того, чтобы в буквальном смысле сделать ракету, ныряя в море, находя остатки разбитых кораблей и пытаясь сделать оружие или сделать ракету. За исключением того, что в твоей жизни у тебя ничего нет. У вас просто нет других вариантов. Каждый день тебя преследуют и убивают, а у тебя ничего нет. Ты ищешь любой способ защититься. Как я могу что-нибудь сделать? Я говорю тебе, что у вас есть самолёты, и вы продолжаете непрерывные бомбардировки мирных жителей. И, кстати, есть видео, на которых нападают на гражданских лиц. Они нацелены на гражданских лиц. Есть много видео, где они расстреливают людей на границе. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Но Хамас прячется в школах, в больницах. Это то, что они тебе рассказывают. Знаешь, вот что интересно. Они находятся за людьми в тоннелях. Знаешь, что сделала израильская армия? Они пошли в одну из больниц под названием Ашифа. Хотя не было никаких доказательств. Они заявили, что всё это имена членов Хамаса. Хотя на самом деле, там был лишь написан календарь. Пятница, суббота, воскресенье. Они просто придумали доказательства. И это было показано в видео. В самом видео, которое они разместили. Опять же, на одном из увиденных мной видео я увидела палестинскую женщину, которая плакала. И когда она думала, что она находится за кадром, она шутила с человеком рядом с ней. Позволь, позволь мне быть достаточно любезным и сказать, что я согласен с тобой, что это произошло. Но в противовес этому одному случаю есть несколько десятков тысяч реальных случаев. Смотри, в Израиле, покажи мне хоть одну фотографию ребёнка. Вперёд. Сейчас после 7 октября. Ты не можешь мне принести ни одной фотографии. Знаешь, сколько я могу показать тебе оторванных частей детей и женщин? Ты видишь величину? Это всё равно, что сказать «Ну, я...» Я скажу тебе, что ты можешь сделать. Я скажу тебе, что ты можешь сделать. Народ Израиля собирается покинуть Израиль. Хорошо. На данный момент Израиль окружён сектором Газа, Сирией, Ираном и Ливаном. Ни одно из этих правительств ничего не делает. Но это может произойти. Я скажу тебе, смотри, люди, в которых есть человечность, которые на самом деле имеют хоть какое-то чувство человечности, независимо от того, являешься ли ты еврейского происхождения или другого, ты должен осудить действия террористического израильского правительства, которое совершает убийства журналистов, женщин и детей и гражданских лиц. Мы говорим «Послушайте, мы будем рады вступить в бой лицом к лицу. Армия против Хамаса. Мы будем первыми, кто это сделает. Давайте». Но всё, что им нужно было сделать, это освободить заложников. Нет-нет, но дело в том, они не могут. Ты знаешь, сколько заложников? Потому что они будут либо беременны, либо мертвы. Это неправда. Заложников освободили на видео. Хамас показали их, и они были в порядке. Знаешь, одна заложница заплакала и сказала, что они меня не насиловали. Поэтому я чувствовала себя эмоционально изнасилованной. Для меня подобные мысли не имеют никакого смысла. Она говорит это на видео. Израильтянка, которая была освобождена. Я могу показать тебе кадры сейчас, как они освобождаются после 7 октября. Они освободили некоторых из них. Ты знаешь, сколько есть заключённых до 7 октября из палестинцев, которых не выпускают? Ты говоришь мне о группе людей, которых забрали после 7 октября. Но ты упускаешь несколько десятков тысяч заложников с другой стороны. Палестинцев. Дело в том, что ты не смотришь на другую сторону. Дело в том, что происходит то, что люди находятся под правительством Нитаньяху. И это люди, которые уже ненавидят его. В итоге он отвлёк людей от него. Мол, теперь мы должны сфокусироваться на войне, а не фокусироваться на том, что я делал. Люди должны быть против такого лидера и говорить, что мы против этого. Мы не должны убивать гражданских. Если вы хотите сражаться, сражайтесь с Хамасом. Они пытались пойти в прямое боестолкновение с Хамасом, но они ничего не смогли сделать. Они пошли, проиграли и вернулись. Почему вы не хотите сражаться солдат на солдата? Ведь у вас есть самое продвинутое оружие в мире. Почему вы не можете? Ты знаешь почему? Потому что эти люди, знаешь, даже если им оторвёт одну ногу, они продолжат сражаться. Потому что их отцы, дедушки и прадеды, сёстры, всех разбомбили у них на глазах. Каждый раз, когда вы бомбите, вы создаёте ещё одного солдата Хамаса. Каждый раз, когда вы убиваете невидных мирных жителей и затем говорите, как мы можем решить эту проблему, вы создаёте их. Вы создаёте этим людям цель в жизни, такую же, как и у всех, у всего палестинского народа. Но Хамас не... Они хотят уничтожить еврейский народ. Они хотят истребить и избавиться от всех до единого. Я скажу тебе честно. Много раз велись переговоры о мире между Хамасом и правительством. Я не думаю, что то, что ты говоришь, это правда. Но, по сути, я говорю, что ты согласишься со мной, объективно и исторически. Люди пришли из Европы и забрали чужую землю. Ты спрашиваешь меня, какое решение? Решение может быть только одно. Если бы я пришёл к тебе домой прямо сейчас, здесь, в Великобритании, и выдворил... Но ты знаешь, что этого не произойдёт. Спасибо. Спасибо. Самое меньшее, что мы могли бы сделать, это признать, что неправа та сторона, которая захватила дома людей. Это первое. И второе, это осудить любое убийство, как я сделал в отношении невинных гражданских лиц из любой партии. И сказать, если вы хотите быть против Хамаса, тогда должна быть армия. Солдат на солдата. Это то, что вам следует сделать. Не нужно бомбить больницы и утверждать, что под ними прячутся люди. Если я скажу тебе, скажем, я один из членов какой-то организации, плохой организации в Великобритании, я говорю гипотетически, я не состою в никаких организациях, я ясно даю это понять, хорошо? Скажем, если я пойду и спрячусь в твоём доме, оправдывает ли это правительство, чтобы оно взорвало весь твой дом вместе с тобой? По сути, это то, что ты сказала. Это не имеет смысла. Если я спрячусь в твоём доме, то они должны попытаться найти способ спасти эту невинную женщину, верно? Как спасти эту невинную женщину и справиться с этим человеком? Этим злым человеком, который живёт в этом месте или прячется в этом месте? Это не повод утверждать, что если они прячутся в этом месте, то можно убить всех женщин и детей вместе с ним. Знаешь, почему это произошло на самом деле? Это происходит потому, что чем меньше там палестинцев, тем легче им забрать их землю. Тем проще им расширяться, и тем больше возможностей приехать большему количеству израильтян. Здесь больше места для людей. Вот почему происходят эти взрывы. А оправдание про Хамас — это лишь то, что они говорят. Я думаю, что в конце концов мы согласны не соглашаться. Но мы во многом согласны. Но мне было приятно с тобой разговаривать. Без проблем. Я чувствую, что я, вероятно, не смогла принести оправдание. Нужен кто-то более подкованный, чтобы говорить с тобой. Если хочешь, можешь привести такого. Но дело вот в чём. То, что я тебе рассказываю, как я уже сказал, это не моя история. Это каждая правозащитная организация на планете Земля осудила Израиль за незаконную оккупацию, заселение, военные преступления. Я говорю тебе, что тот же закон ООН оправдывает Хамас. Этот закон гласит, что на любой земле, которая была незаконно оккупирована, люди, живущие там, имеют право на сопротивление. Так же, как произошло в Южной Африке. Они воевали против своих оккупантов. Тебе придётся сражаться. Если нет, то вас просто уничтожат. Вам придётся создавать движение, в котором вы будете сражаться. Что ещё? Ты сказала, что они не собираются уходить. Это то, что ты сказала. Точно. Они не собираются уходить. Так какой ещё вариант? С ними обращаются как с гражданами второго и третьего сорта. Их постоянно останавливают. Они российски настроены по отношению к нам. Пытаются забрать нашу землю и выгнать нас. Они делают всё. Поэтому мы сражаемся в ответ. Вот почему вы всегда слышите в СМИ. Почему палестинцы не уезжают в другие земли? Они не хотят уходить. Почему они не хотят уходить? Если ты пойдёшь к палестинцу и скажешь «Уходи», он скажет тебе, лучше я умру на своей земле, чем идти в чужое место. Это мой дом. Я тут родился. Мы жили тут поколение за поколениями. Почему ты говоришь мне идти в Египет или Сирию? По какой причине? Поэтому нужно открыть своё сознание. О чём я тебе говорил с самого начала? Если говорить о том, кто имеет больше права на эту землю по происхождению, это были ханании. А смешанные с хананиями – это сегодняшние палестинцы. Есть денькотез, который ты можешь сделать. Люди, приехавшие из Европы, – это не коренные жители этой земли. Если есть коренные жители, израильтяне, христиане и мусульмане, добро пожаловать. Оставайтесь. Вот во что я верю. И у любого, кто взял землю, которая ему не принадлежит, нужно отнять её. Но, как ты сказал, этого не произойдёт. Так что, по крайней мере, в конечном итоге, мы могли бы высказаться и сказать, что это неправильно. И люди зауважают тебя за это. Просто скажи, я тот, кто живёт в Израиле, я израильтянин. Но я осуждаю то, что делает правительство. Нехорошо нападать на детей, больниц и репортеров и утверждять, что там скрывается Хамас. Это не оправдание. Нам придётся согласиться, может быть... Хорошо. Подумай о том, что я сказал, понимаешь? Но я была рада познакомиться. Да, хорошо. Извини, но в исламе мы не жмём руку противоположному полу. Женщины с мужчиной и кто угодно. Даже сёстрам-мусульманкам. Я не могу этого сделать. Но я оценю твою манеру. И ты видишь, мы всё ещё можем дискутировать. Потому что многие люди пытаются создать образ ненависти. Что если мы встретим друг друга, мы сразу начнём драться. Нет. Я, кстати, араб. Ты знаешь, люди играют в эту игру. Нет. Мы можем говорить. Хорошо. Мы можем говорить и можем прийти к выводам. Мы можем соглашаться и не соглашаться верно. Но мы должны излагать факты, а люди сами решат верно. Было приятно поговорить с тобой. Прочитай Коран, понимаешь? Приятно с тобой пообщаться. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова